Новая жертва нашей беспредельной медицины, Евгений Смирнов, чемпион России по брейк-дансу, лишился ноги по вине врачей. Просто халатность. И где? На Черноморском побережье, под Сочи. Может, местные врачи готовятся к Олимпиаде? И что готовят? Газовую гангрену, как чемпиону по танцам? Алексей Квашенкин срочно вылетел в Сочи. Среди равных он был лучшим. Чемпион России по брейк-дансу, завоевавший более 30 наград. Но накануне 1 мая его жизнь в одно мгновение была сломана чудовищным образом. Услышал крики, значит, ну, крики там, я так понял, что кричал водитель, который сбил, типа, где ты взялся? Все случилось мгновенно. Выскочившая на перерез машина, сложный перелом ноги. Шлем валялся где-то там, Женя лежал примерно где-то здесь. Но самое страшное началось в больнице. Заражение, гангрена, ампутация. Самое тяжелое было сказать ему, что ему надо отрезать ногу. В какой-то момент даже казалось, его уже не спасти. Но у Жени было очень много друзей, которые не оставили его в беде. На Сочинском побережье, похоже, не осталось ни одного человека, равнодушного к беде, которая произошла с Женей Рыжим. Но вопрос уже не стоит так, сможет ли он снова вернуться на танцпол. По городу сейчас развешаны вот такие плакаты с мольбой о помощи. Помогите ему остаться в живых. В сочинских магазинах можно найти вот такие самодельные урны для денег. Занимаемся сбором денег. Вот он наш красавчик, Женя Рыжий. Спасибо ему за то, что он объединил всю Лазаревскую, всю Россию. Да не только Россию. Даже за рубежом брейкдансеры посвящают ему свои выступления. Держи, 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 держи с тобой. Осталось ответить всего на один вопрос, отошедший на второй план. Кто виноват в том, что в 21 веке в курортном городе в центре грядущей Олимпиады чемпион стал жертвой дикой средневековой болезни. Смущаясь камерой, сестра Женя показывает квартиру, забитую трофеями, взятыми на танцполе. Вот Женя на комнате. Здесь он у нас жил и живет. Мы его ждем очень сильно-сильно. Женя и его сестры рано остались без родителей. И он стал главным в семье. Потом собрал танцевальную команду, которая со временем стала знаменитой. Ну, там ее почти все создал сам. Он танцует лучше всех, помогает. Нога-то изъем дешевый нога сам придумал. Были планы на будущее, но сбыться им так и не удалось. Полуночный звонок разрушил привычную жизнь. Прибежали на место аварии. Мопед, на котором он ехал, был в дребезге разбитый. Спросили, куда, что, как. Нам сказали, что увезли в больницу. За моей спиной центральная Лазаревская больница. И здесь же пункт скорой помощи. Вон машины стоят. По медицинским документам, на то, чтобы доехать до места ДТП, потребовалось 20 минут. Но очевидцы говорят, что с момента, как Женю Рыжего сбили, прошло в два раза больше времени. А ведь это все случилось практически в полночь, когда на дороге транспорта-то никакого нет. Вот посмотрим, сколько у нас потребуется времени, чтобы доехать до места столкновения. Днем и безо всяких мигалок. Оказалось, что за 20 минут от больницы можно было дойти пешком. А у нас, учитывая стояние на перекрестке... Всего лишь две минуты. Водители местной скорой только разводят руками. До места аварии там получается километр. Отсюда. То есть меньше минуты езды, по большому счету. А что вы так долго ехали? По вашим документам, в 20 раз больше. В Сочи, поэтому, возможно, пока туда вызов получили, пока туда передали. Но это, как оказалось, еще было самым меньшим из зол. На второй день нам врач сказал, что все нормально, все хорошо, пальчики двигаются, все хорошо, все нормально. Но они сказали, что у них гангрену не допустили. А в хосту приехали, да, там сказали, там вообще, говорит, ужас. После перевода в другую больницу в хосте стало ясно, время упущено. Тяжелую миссию сказать чемпиону про ампутацию врачи тактично возложили на его друзей. Он спросил, где, почему выше колено? Я же ниже сломал. Потом второй вопрос у него был, смогу ли я ездить на машине. И после чего он ответил, режьте. Эти страшные фотографии Сергей сделал перед самой операцией. Нога в чудовищном состоянии. Сейчас он идет с нами в больницу, хочет спросить у хирурга, который лечил Женю, как можно было допустить такое. Но того уже и след простыл. Он на больнице, да? А, понятно. Ну тогда главврач позовите, пожалуйста. А главврач выставляет вместо себя двух замов, которые не по медицинскому профилю, зато надежно держат оборону. Начальник по гражданской обороне. Но если все делалось правильно, почему тогда парень потерял ногу? Так а почему гангрена развилась? Гангрена развилась от того, что у человека, к сожалению, это так называемая анаэробная инфекция, которая в момент травмы, в момент травмы с пылью, с грязью попадает внутрь, скажем так, тканей. Вы что, плохо рану проводите? Вы знаете, рану провал, доктор, очень качественно и хорошо. В это можно было бы поверить, но у нас был еще один вопрос, который, возможно, позволит зрителю сделать верные выводы. Это единичный такой у вас случай? Да. Это не единичный случай. Я вот поступил 9 августа, пролежал у Балабана из Стариковского до 23 августа. История Артема Чухрая точь в точь, как у Жени Рыжего. Со сложным переломом ноги он попал в больницу. Лечил его тот же самый врач. В выписке написано, два с половиной месяца ходить в гипсе. Через два с половиной месяца мне уже не было живых. Исправить ситуацию удалось, только переведясь в другую больницу. Оказалось, что у меня порваны артерии, порваны нервы, порваны мышцы. Все это так разбухано за две недели, что когда мы поступили уже в Краснодар, нам хотели амбутировать ногу. Только чудом ногу удалось спасти. Артем уже перенес несколько операций. Но до выздоровления еще далеко. Дайте вам напомню еще раз фамилию. Артем Чухрай. Вы его осматривали. И его опять-таки осмотрел господин Стариковский. Тот же самый врач, какой был вынесен. Без комментариев. Главное, что нам удалось выяснить, в больничных бумагах все чисто. Я вам все пояснила. Вы мне пояснили, что документы, которые вы написали, по ним все гладко. Тогда почему парню ногу отняли? Сейчас Женя медленно, но верно идет на поправку. Хотя состояние его все еще тяжелое. Но все от мала до велика верят, что он не сдастся. Кто угодно, только не он. Алексей Квашенкин, Алла Давыдова, Вячеслав Пономаренко, Телекомпонент ТВ.